МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Елизавета Верещагина. Здравствуйте. Это программа «Такой день». Для вас мы собрали самые важные новости региона в этом выпуске. Это у нас зал. Это у нас кухня. Это у нас спальня. Готовятся к новоселью. История одной из шебекинских семей, пережившей страшное. Вот выгоняем когда. Вот тут надо немножко потрудиться. В учебных учреждениях приграничья продолжается оклейка окон с защитной пленкой. На месте с педагогами и родителями пообщался заместитель губернатора Андрей Милюхин. Чтобы перейти дорогу, надо слезть велосипеда и принести его в руках. Практические уроки дорожной грамотности для юных пешеходов, велосипедистов и самокатчиков. В областном центре открыли автогородок. Планочка только в полете. Спина ровная, руки в пол, все подтянуто. Мудрый возраст, активной жизни не помеха. В преддверии Международного дня пожилого человека расскажем о белгородцах, которые занимаются спортом, творчеством, путешествуют и наслаждаются своим золотым временем. Об этом далее, а начнем с главного. Уже несколько месяцев Шебекино не сходит с первых полос. Затем, как восстанавливают город химиков, после жесточайших атак в СУ следят не только белгородцы, но и жители других регионов страны. Многих объединяет искреннее желание разделить больше бекинцев, переживших страшное. Одна из семей, которая после обстрела со стороны формирования киевского режима лишилась собственного дома, супруги Якуша. Но пенсионеров одних в беде не оставили. Они постепенно приходят в себя и уже готовятся к скорому новоселью. О том, как продвигается большая стройка, хозяева рассказали Наталья Войтенко. В этом доме на улице Речной, как и в других, которые пострадали в Шебекино сильнее всего, журналисты частые гости. Поэтому работы по восстановлению идут не только под контролем специалистов и самих жильцов, но и под пристальным вниманием телекамер. Эти кадры мы снимали в конце июня. Тогда хозяева на руинах родного дома не могли сдержать слез. Несколько прямых попаданий украинских снарядов и жизнь здесь замерла. Я уезжал, родители тоже уехали. Не было, наверное, на тот момент здесь. Мы утром уехали, а в три ночи произошел вот этот взрыв. А уже утром приходят видео, что так и так ваш дом сгорел. Будет 55 лет, как я с женой здесь живу, с детьми. А это видео середины августа. Спустя всего полтора месяца стройки уже четко вырисовывался облик нового семейного гнездышка супругов Якуша. Да и сами хозяева, глядя, что их дом буквально восстает из пепла, начали строить планы, как поскорее вернуться к прежней жизни. Раз планировку сделали, мне лично нравятся хорошие. Комнаты большие, светлые. Окна сделали тоже хорошие. В общем, ну пока все идет хорошо. И вот мы снова в гостях на улице Речной. А той страшной июньской ночи сегодня напоминает лишь груда обгоревшего покореженного металла во дворе. Это все, что осталось от старого дома. Лидия Ивановна прямо с порога делится новостями. Говорит, строители стараются закончить все до наступления холодов. Хорошо работают. Мне еще ни разу не ушли, чтобы пять часов. Вот, работают полностью цветовой день. В данный момент сейчас уже темнеет раньше, но все равно раньше в семье они не ходят никто. Самым тяжелым уже закончили. Подвели все коммуникации, ждут, когда высохнут полы, чтобы приступить к чистовой отделке. Подрядчик обещает, новоселье супруги смогут справить уже через пару-тройку недель. 15 октября планируем сдать, в принципе, идем по графику. На данный момент выполнена стяжка пола, финишная шпаклевка стен и отделка фасады. Осталось установить двери, потолки, обои и ламинат. А хозяйке не терпится поскорее создать в новом доме уют. Так, это у нас зал, это у нас кухня, это у нас спальни, дверцы. Конечно, сейчас трудно представить, что было на этом месте сразу после атаки формирования киевского режима. Лидия Ивановна вспоминает, пока строители не расчистили завалы, родные ее сюда не пускали, опасались за здоровье. Уже после внучка рассказала, уцелела одна только кухня. Женщина называет это настоящим чудом. Верит, огонь не тронул комнату, благодаря иконе, которая стояла на окне. Я говорю, ну и вообще ничего не осталось. Она говорит, кухня твоя цела. Как цела, Алин? Все, сгорело, ничего, один пепел. А кухня, она говорит, не знаю как, но мы зашли, посуда стоит. Ну, в общем, все как было, только пылью вот это все там заросло. А абсолютно все целое. Пенсионерка делится. Начинать с нуля им не привыкать. Обжились в новом доме полвека назад, справятся и сейчас. Было бы здоровье. А силы духа шебекинцам уж точно не занимать. Наталья Войтенко, Вадим Кулинич. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. В Шебекинском округе, как и в других приграничных муниципалитетах, продолжают оклеивать окна образовательных учреждений защитной пленкой. Напомним, недавно регион получил вторую партию материала. Педагогам помогают родители. Как выстроен процесс на месте, оценил заместитель главы региона, министр образования Андрей Милехин. Анна Свидовская с подробностями. Одна из школ Шебекинского округа. До границы порядка 20 километров. Миром безопасности повышенное внимание. С раскроемой оклейкой противоударной пленки педагогам помогают родители. Вместе трудится около 100 человек. Конечно, для некоторых такая работа, что называется, в новинку, но по силам. Ну вот выгоняем когда. Вот тут надо немножко потрудиться. В соседнем классе полотно раскраивают. Черчежи подготовили заранее, поэтому производство, по сути, безотходное. При этом отрезки нумеруют, чтобы каждый точно попал на нужное окно. Укажите мне, где, например, гардероб. Вот гардероб. Смотрите, у нас... Абсолютно правильно. Вот он, 350. Вот мы сейчас были у мужчин, которые клеили вот эти два. В этой школе два корпуса. И оклейку пленкой выполнили уже на 70%. Партию мы начали клеить во вторник. Большая часть уже поклеена. Но процесс раскройки и оклейки продолжается. Я думаю, что к понедельнику мы все завершим. Андрей Милехин также проинспектировал темпы и качества таких работ в других образовательных учреждениях муниципалитета. Всего в округе оклеивают окна от 12 школ, работающих в смешном формате, и 25 детских садов, где есть дежурные группы. Напомним, это вторая партия защитной пленки, которая поступила в наш регион. Первая партия — это порядка 59 тысяч квадратных метров. Это в рулонах. Она раскроена и расклеена. Это было сделано в городе Белгород, потому что мы там осваивали процесс, понимали технологию. Вот сейчас порядка 142 тысяч квадратных метров у нас распределено по муниципалитетам, которые находятся рядом с границей. И также Новоскольский, Яковлевский городские округа. Все, что необходимо сделать для усиления мер безопасности наших детей, мы делаем. Анна Свидовская, Вадим Кулинич. Такой день на мире Белогорья. Еще задержимся в приграничном муниципалитете и расскажем о дорогах. Трассу на въезде в Шибекино со стороны Никольского храма капитально отремонтируют к концу октября. Работы уже идут. Начали в 10-х числах сентября. Предстоит обновить более 2 километров. На участке задействовано порядка трех десятков человек и 20 единиц техники. Сейчас строители снимают старое покрытие, меняют бордюры, расширяют проезжую часть для обустройства дополнительной полосы движения. Параллельно оборудуют системы водоотведения. Поскольку происходят заторы при движении на подъем, поэтому было принято решение сделать три полосы движения, две на подъем, одна вниз. Дорога, в принципе, по своей сути, имела колейность, крещеноватость. Все-таки времени достаточно прошло. Поэтому сейчас ее подровняем, немножко усилим и доведем до параметров высоких стандартов. Отметим, что в этом году в Шебекинском округе, несмотря на сложную оперативную обстановку, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже к середине лета бригады обновили более 9 километров полотна. Речь идет о самом городе, селе Ржевка и микрорайонах ИЖС. Ремонт этого участка шоссе по улице Белгородской делают раньше срока, благодаря дополнительному траншу из федерального бюджета. Напомним, по решению главы государства на основательное обновление дорог наш регион получил еще миллиард 800 миллионов рублей. И не в 2024, как планировалось ранее, а уже в этом году. И в продолжение темы. За 8 месяцев из-за нарушений несовершеннолетними правил дорожного движения на территории области произошло 25 аварий. В результате 21 ребенок получил ранение, четверо погибли. Сотрудники госавтоинспекции уверены, чтобы дорога для ребят стала более безопасной, учиться грамотному поведению на проезжей части нужно с детства. Теперь белгородские школьники смогут осваивать не только теорию, но и практику. В областном центре открыли специальный автогородок. В нем дети будут также отрабатывать навыки безопасного управления велосипедами и самокатами. Как они оценили современную площадку, узнала Алена Хлудеева. Жизнь – это движение. Предупреждаем. Незнание правил причины беды. Светофоры, пешеходные переходы, дорожные знаки. Настоящий город в миниатюре с остановками, постом ДПС и даже железнодорожным переездом. Все наглядно и просто. Теперь юные пешеходы изучают правила дорожного движения не только в теории, но и на практике. Это правила пешеходов, правила велосипедистов. Как вести себя в темное время суток, как правильно переходить пешеходопереход. Чтобы не попадать в нелепые ситуации на дороге, нужно изучать ПДД. Детский автогородок – долгожданный подарок для всех белгородских школьников и, конечно же, воспитанников юидовских отрядов и профильных кадетских классов. В игровой форме ребята учатся уважительно относиться ко всем участникам движения. Белолудный сигнал светофора. Движение разрешено, но будьте осторожны при проезде ЖД переезда. Хорошо? Чтобы картина дороги у детей была полной, особое внимание уделяют правилам поведения для велосипедистов и самокатеров. Специальная дорожка для самокатеров. Если есть люди на пешеходе, надо остановиться и подождать, пока все пройдут. Чтобы перейти дорогу, надо слезть с велосипеда и принести его в руках. Обучать таким правилам нужно с самого детства, говорят специалисты, чтобы их соблюдение стало полезной привычкой. Движение в автогородке происходит под чутким наблюдением инструкторов. Малая часть того, что должны сделать мы все вместе, а в первую очередь должны заниматься воспитанием, обучением детей и родителей. И я бы порекомендовал, посоветовал всем родителям научить детей безопасному поведению именно на практике в уличной среде. Такая возможность у белгородцев появилась благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и при поддержке правительства области. Средства на оборудование, а также велосипеды и самокаты выделили из регионального бюджета. Я уверен, что он будет востребован. И, конечно, самое главное, чего мы хотим добиться, это сохранение жизни и здоровья наших детей и наших граждан. Они же все вырастут, будут взрослыми, будут водителями. И чем больше таких городков, я думаю, тем лучше. Специалисты уверены, благодаря таким площадкам нарушений на дорогах станет меньше. К сожалению, с начала года на территории области произошло 25 аварий по вине юных участников дорожного движения. 21 ребенок получил ранение, четверо погибли. Поэтому одна из главных задач каждого взрослого – научить детей базовым правилам. Тогда дорога для них станет безопасней. Алена Хлудеева, Александр Поддубный. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Сейчас о сельском хозяйстве. В нашей области сегодня масштабный профильный форум «День поля». По сути, он стал площадкой, призванной рассказать и показать достижения отечественного сектора агропромышленного комплекса. Большие события сразу в нескольких муниципалитетах. Так, в Новоскольском округе на базе производственных участков крупнейшего агрохолдинга состоялась наглядная презентация успехов в области селекции. Сахарная свекла – сложная агрокультура, семенной фонд которой до последнего времени практически полностью зависел от импорта. Но благодаря усилиям российских ученых на рынке появились гибриды нового поколения. Сложный метод, говоря проще, подразумевает создание клонов в пробирке. Это позволило сократить селекционные процессы, а главное – сохранить и даже улучшить качество растений. К примеру, сахаристость, урожайность, устойчивость к корневым болезням. Это не просто импортозамещение, это именно прорыв, это высокий результат. И сегодня можно говорить, что, собственно говоря, у нас высокий уровень перспективы развития сахарной промышленности. И можно так сказать, можно быть спокойным, что здесь будет стабильность и понимание устойчивости развития отрасли в целом. Более подробно о достижениях отечественных селекционеров и крупном сельскохозяйственном форуме в эфирах такого дня расскажем в понедельник. На площадках в разных муниципалитетах работали сразу несколько наших съемочных групп. 1 октября – Международный день пожилого человека. По одной из красивых версий такую дату выбрали, потому что старость – золотое время, как и очаровательная осенняя пора, показывающая невероятное преображение природы. Свой мудрый возраст люди встречают и принимают по-разному. Наши герои – настоящие представители активного долголетия. Путешествуют, занимаются спортом, рукоделием, творчеством. Как им удается оставаться такими жизнерадостными, сильными и бодрыми – в сюжете Маргариты Аксеновой и Оксаны Черных. Планочка только в полете. Спина ровная, руки в пол, все подтянуто. Аэро-йога, нейрографика, онлайн-тренировки. Жизнь Татьяны Борисовны кипит. В свои 71 женщина помогает всем желающим прийти в форму, заряжает их своей невероятной энергией, дает понять – возраст – это просто цифра. В 2020 году Белгородка попала в Книгу рекордов России как самый взрослый тренер по аэро-йоге в стране. Побить это достижение даже спустя три года никому не удалось. Мы про возраст забываем и не говорим про него в принципе. Здесь мы все на «ты». Какой секрет, чтобы так жить? Я всегда говорю, надо жить в радости и с настроением. А что такое настроение? Настрое! Это здоровье. Если здоровье есть, у тебя появляется интерес к жизни. Ну и когда у тебя творчество появляется, то есть ты как бы расширяешь интерес. Приходят на занятия люди совершенно разных возрастов и профессий. Летают в гамаках по выходным целыми семьями. Аэро-йога подходит всем, особенно помогает разгрузить позвоночник после долгой сидячей работы. В своей группе в соцсетях Татьяна Королева делится результатами тренировок с единомышленниками. Ее онлайн-курсы проходят около 2000 человек. Женщина уверена, конечно, радость в жизни у каждого своя. Для кого-то истинное счастье заниматься спортом, общаться с людьми, для других выйти утром на прогулку с собакой или отправиться в поход. Но когда есть желание и настрой, хобби найдется всегда. Когда мы только поженились, думаем, куда поедем? Взяла карту, вот так, пальцем, куда ткнула, туда мы и поехали. Вот, у нас вот так начало было. Надежда Андреевна и Владимир Иванович из Губкина вместе более полувека. Давно вылетели из семейного гнезда дети, повзрослели внуки. И теперь супруги наслаждаются размеренной жизнью, наполненной разнообразными интересами, которые они делят друг с другом. Самое главное – позитивные эмоции и впечатления. Скандинавская ходьба, настольный теннис, прогулки – особая страсть к путешествиям. Самое лучшее место, где вы были? Самое лучшее, где мы были самые лучшие. Ну, в горах, естественно, там больше всего, в Киргизии, там такие красивые горы. Но впереди еще много-много планов. Еще много, куда хотелось поехать. Деньги не складываем в чулок, немножко накопили и вперед. Главное – держать друг друга за руку и не бежать от жизни и впечатлений, а открываться им. Сейчас пара хочет поучаствовать в зачете ГТО. В туристических планах пожилых путешественников – поездка в Тулу и Казань. Самое главное – убрать все большие тарелки, поменьше кушать, побольше двигаться, меньше смотреть телевизор и меньше пить таблеток. А другой жительнице Губкина – Валентине Сочинской – сохранять активное долголетие помогает творчество. Именно этому она посвящает все свободное время. Живопись, рукоделие и общение. Три кита, на которых держится ее душевное равновесие и ощущение счастья. Я много вышиваю сейчас. Вяжу, вышиваю. Ну, какие-то подделки там, бисером тоже вышиваю. Ну, то есть, вот как-то так. Много читаю. Записана в библиотеку, записалась здесь же сразу. Сейчас на пенсии я очень довольна и счастлива. Но много времени уходит у меня на подруг. Мы ходим на концерты, какие только здесь есть. Мы ходим на фильмы обязательно. Вечером, если это зима, то мы где-то с 4 до 6 или до 7. Если это лето, значит, мы с 8 до 10. Гуляем 2 часа. Это обязательно. Каждый возраст по-своему прекрасен. Мы взрослеем, учимся, находим вторую половинку, заводим детей, а в зрелом возрасте нянчим внуков. В безумном ритме жизни главное не забывать о таких важных вещах, как забота о себе, здоровый образ жизни и настрой на лучшее. Здесь есть несколько секретов. Это эти секреты в целой системе. Система, в первую очередь, уважения к себе и любви к своей собственной личности. И, конечно, здесь и правильное питание, и зарядка, и позитивное мышление, что самое главное. Потому что именно вот в этом весь основной секрет. Потому что когда человек думает позитивно, мыслит позитивно, когда он настроен на радость, на счастье, на любовь вообще ко всему вокруг, естественно, он будет чувствовать себя молодым и бодрым. Неважно, сколько тебе лет. Важно, какие истины ты усвоил, какими увлечениями вдохновляешься и какие люди в твоем окружении. Жить интересной, наполненной жизнью можно всем и всегда. И условия тут только одно – желание. Маргарита Аксенова, Оксана Черных, Денис Копыч, Сергей Лихвер. Программа «Такой день» на Мире Белогорье. В завершении о спорте. Белгородские гиревики успешно выступили на мировой арене. В составе сборной страны наши ребята взяли 11 медалей на первенстве и чемпионате. С некоторыми из сильных и упорных познакомилась Анастасия Макарова. Олеся, 19. В гиревой спорт пришла 8 лет назад вместе с братом. Все начиналось как хобби. А сейчас тренировки и соревнования – неотъемлемая, важная часть жизни. Большой труд привел к главным наградам в карьере. На мировых стартах в Узбекистане у девушки две медали. Золото первенства и серебро чемпионата, в котором были соперники более старшего возраста. Плюс ко всему, Олеся выполнила норматив мастера спорта международного класса. Бывает такое, что приходишь на тренировку в платье, а уходишь в трениках. Не все принимали, думали так, поиграюсь и брошу. Все уже смирились с тем, что это все серьезно. Еще один наш земляк в составе сборной России – Артем Ермолаев. В своей весовой категории 20-летний парень получил золотую медаль первенства в дисциплине «Толчок по длинному циклу». «Выполнил норматив мастера спорта два года назад. Тяжело удалось. Не с первого раза, раза с третьего, наверное. Когда легкий вес, гири у нас по 32 килограмма на каждой руке, сумма 64, а бешевая 63. Тяжелый вид спорта очень. Нравится, не знаю, очень нравится. Прихожу на тренировку и какое-то удовольствие мне приносит». Работает с нашими героями тандем опытных наставников – Александр Власов и Андрей Вильган. Гордятся своими воспитанниками. Кроме Олеси и Артема в Узбекистане успешно выступили другие белгородцы. Всего привезли 11 медалей разного достоинства. «Бывает, человек генетически предрасположен. Пути совершенно разные. У каждого все индивидуально. Но если нет характера, если нет желания, то ничего не получится ни у кого». Ребята уже готовятся к следующим соревнованиям. В декабре их ждут всероссийские старты, которые покажут уровень каждого спортсмена перед новым сезоном. Анастасия Макарова, Вадим Кулинич. Такой день на мире Белогория. Шикарно. На этом выпуск завершен. В студии работала Елизавета Верещагина. Оставайтесь с первым областным, чтобы быть в курсе всех событий региона. Еще больше информации в нашем телеграм-канале. Увидимся в следующих выпусках такого дня. Хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok